Каём ребята, с вами Fibonacci и добро пожаловать на прохождение замечательной игры под названием Last Words Beyond the Page Затерянные слова за пределами страницы Это у нас игра на ПК, вернее я буду проходить её на ПК Также можно её скачать себе на телефон, либо с Google Play, либо с App Store Но там, смотрите, там доступно у вас будет демка, и потом надо будет за 430 рублей её выкупать Но никто не запрещает вам скачать с 4 ПДА, АПК файл Но единственная проблема, что игра будет на английском, и если интересно, как поиграть в неё на русском Я про это могу сделать отдельное видео А давайте начинать, это у нас казуальный платформер Не знаю, поехали Новая игра Ну чё, крутить мышкой, да? Не надо, сама крутится Эта книга принадлежит... Мне Мне, то есть мне Или ей Я всё же думаю мне, мне чё-то написать надо Мне ходить, мне ходить надо Перейти на следующую страницу Привет, дневник Ничего, если я буду тебя так называть? Это немного официально Но мы только познакомились, позволь представиться Так Лезвие Это ты, дневник Меня зовут Изабель Барбара Кук Многие называют меня Изи Но папа зовёт меня Каратышкой Он такой забавный Управление простое Кнопки, прыжок Тут даже никаких ударов, насколько я понял, нету Мой младший брат Бен Называет меня Изба Или Изба А я зову его Зана Занавескаедом Он любит красный на завтрак А синий на ужин Вот эту хрень мне надо сап... А, нифига, я могу по шторам лазить Так, а дальше ты как? Я могу сюда залезть? Но мне надо вообще вон туда попасть Так А, я думал я в неё зацеплюсь А оказывается нет Мышка-то зачем? Мышка походу вообще не нужна А ещё есть Что ты, блин? Мама А Я понял Лучший друг по чаепитию А как мне эту штуку взять? Я хочу эту штуку взять Королева чайника она То есть Что мне так и надо было падать? Хранительница банки с печеньем Что кошак есть? Я понял Я уходила за чаем Это Это Пинки Думаю Что она ревнует К тебе дневник Факт пропинки Она очень Боится Мышей Кошка не должна бояться мышей Что это за кошка тогда? А, так мне наверх надо Господи, офигеть Я-то думал Сегодня мой день рождения Папа сделал свой фирменный торт Мама и бабушка Начали петь Бен пытался к ним присоединиться Я задула свечи Ничего выбирать не надо Мне надо Я вот через эту херню Не смогу перепрыгнуть Ну да И тут я пройти не смогу Задула свечи Вот тут я перепрыгнуть-то смогу А наверх-то как забраться? Их надо задувать? Я как должен задуть их? Может мне задуло Надо А А Я врубился И вот и делов Так, чё там? Быть выше папы Да Так не честно, конечно До моего детства я мечтала о том Чтобы стать писателем Писателем И тут появляешься ты, дневник Поскакали Начало, половина дела Бабушка Не пытайся быть лучшей Тренируйся, еще раз тренируйся Пиши о себе Ты знаешь себя лучше других Бабушка Бабушка Всегда говорит Что? Писатель Пишет Невозможно получить что-то Просто пожелав это А вниз-то как мне попасть? Можно как-то спрыгнуть с нее Ну, ну все Я, я не знаю, что делать дальше Я проиграл А А это значит, что я потратила свое желание Надо было по что-то пробежать Я понял Значит, пока играем дальше Бабушка говорит, что писательство Это исследование себя Пробежать Это помогает раскрыть свои чувства Да, ну чем мне это поможет Раскрыть ворота Да, то есть тут Игра слов такая А, ты улетела? А там же Блин Шмара Кто так делает? Я хотел бы написать что-нибудь Что заставит бабушку улыбнуться Она всегда говорит о желудях Растущих на деревьях Давай, вырастай Его же палить надо О Или о писательстве А что еще делать? Сюда встать? А, все, улетел Я хочу написать рассказ Но какой? Роман? Нет, давай не роман Фу-фу-фу Научную фантастику Ну, может быть Я люблю науку Комедию У меня странный юмор Драму Скука Сказку Разве это не для детей? Подожди Уже близко Фантастический рассказ Еврика Вот оно Итак Из чего мне начать рассказ? Давным-давно Уже скучно Никто не говорил, что это легко Начнем с самого начала Не так далеко В стране История В месте покоя и магии Жила-была девочка По имени Грейс Джорджия Грейс Звучит благородно И духовно Джорджия Так, кто противостоит монстрам И Робин Свободно, как птица в небе Жила девочка По имени Робин Удобнее всего так говорить Чё-чё-чё Её выкинуло Все узнали её по цвету Платье Красного, зелёного И фиолетового Красного Она была готова к приключениям В твоём красном платье На самом Ты чё, блин? На самом деле Она готовилась к нему Всю свою жизнь Она была единственной ученицей, хранительницей деревни. Старейшины Абы. Папки Абы. Все персонажи истории вымышлены. Робин была любима всеми. Ее сердце было полно любопытства и сострадания. Жители деревни знали, что никто не был такой... Такой что? Такой, как она. Добрый. Она заботилась о других, любила делать фруктовый сок. Умный. Она любила учиться и никогда не ходила без своих книг. Игривый. Она была озорной и всегда находила чем поиграть. Мне ничего не нравится. Есть что-нибудь повеселее. Игривый. И прыгаем. Любила поиграть. Не так далеко в истории Жила-была девочка по имени Робин. Моя мышка куда-то улетела. Она была игривой и любила использовать свое воображение. Внезапно Робин заметила тусклую частичку света. Здравствуй, маленький светлячок. Ты прилетел на мой день рождения? А, старичина Ава будет очень рада. Давай вернемся в деревню. Светлячок и Робин разделяли энтузиазм. Мы должны забрать мои шарики на обратном пути. Они разбросаны повсюду, потому что я сражалась с великаном. Так ведь, светлячок? Конечно. На жопе-то сидела тут на пригорке. Итак. А, все, я по буквам больше не карабкаюсь. То есть, тут начинается, типа, игра. Здесь надо будет думать. Разгадывать тайны. Этот шарик упал с падающей звезды. Траться-то надо. Внезапно Робин заметил тусклую частичку света. Но это все старье. Ладно. А все тут только прыжок. Это был стеклянный глаз морского духа. Вверх и... А, ее отодвинуть можно. Нет, он не показывает, как на нее залезть. Так что ли? Нет, там же вон этот. Ее надо двигать. А как? Сюда не пролезть. Я, может, пока не умею. А, это не вверх, это гребаный шифт. Как они задолбали шифт обозначать стрелочкой. Вот в подобных играх. Вверх написано. Он почти такой же красивый, как ты, светлячок. Почти. Вот и все. Вся проблема решена. Полыгры пройдено. Так. Толкай. Это мой чемпион. Он победил великана. Казачница. Сам такую выбрал. Вперед, светлячок. Деревня уже близко. Да. Мне это нравится. Мост был старый и скрипучий. Осторожно, Робин. Осторожно. Робин представила плавники акулы, выглядывающие из воды. У нас получилось, светлячок. И... Теперь я полезу вниз. Придется. Это опять шифт. Я думаю, вряд ли. Просто надо спрыгнуть. Робин знает множество путей обратно в деревню. Например, этот. Ей нравится чувствовать вокруг. Корни вокруг себя. Нежно. Как будто дерево нежно обнимало ее. Почти пришли, светлячок. Почти не считается. Все. Ну да. Еще один маленький спуск. Готов. И... Поехали. Так и без пяток можно остаться. Старый лифт. Он редко используется. А вот если я дальше пробежал, а не прыгнул на лифт, личный секретный проход в деревню. Робин не могла дождаться показать светлячку деревню. Может быть, побегать по крышам и подшутить над строителями? Смотри, светлячок! Дом! Теплый огонь и манящий запах. Из хижины старичной Авы приветствовал их. Старичная Ава. И с днем рождения, Робин. Сейчас спать. Нельзя спать. У меня появился новый друг. Один из наших священных светлячков. Он очень особенный. Это значит... Да. Время пришло. Не могла бы ты принести ту коробку? Ава была уверена, что Робин может поднять коробку. Давай, открой ее. Здесь будут храниться все волшебные слова, которые ты найдешь. Некоторые останутся с тобой, другие мимолетны. Они помогут тебе преодолеть любые препятствия. Итак, твое обучение завершено. Поздравляю! Новый хранитель светлячков. Хранитель? Но это же ты. Мне пора на пенсию. Ты должна отправиться к светилищу за благословением других светлячков. Я скоро встречусь с тобой, дорогая. Понятно, тут у меня слова. Просто там он мне не дал ни хера нажать. Этим словам его тут поднять, да? Я могу что-то пока поднимать. Все, больше ни хера. не могу. Как я идти или убрать обратно? Ну, пусть там стоит. А мне куда? Обратно, чтобы ходить или спать идти? Не, у меня в зеркало. Может, бабку поднять? Нет. Тебя поднять? А, пока я не забыла. А вот кое-что от меня, чтобы отметить это событие. Старейшина Ава полезла в карман и вручила подарок любимый кулон Авы с огромным айфоном. А, нету. Рубин красный. Давай красный. Расплатье красное. А теперь ступай. Я горжусь тобой, Робин. Йоу! Открытый мир? Хм, шучу. Подвигали. Мне не терпится опробовать волшебную книгу. Мне, кстати, тоже. И вдруг Робин оказалась в окружении суеты деревенской жизни. В смысле? Неужели мне это поднять надо? Да. О, как ты это сделала? Смотрите, у нее есть сила. Должна быть у нее книга. Робин новый хранитель светлячков. Это было невероятно. Лучше, что я видела за утро. Хватит болтать. Мне же теперь надо дальше. Да, ничего, что она там разрушила все. И что, я больше ничего поднять не могу? Вот это. Надо чему помочь. А, мне же надо опустить ее, да? Или до конца. Но она до конца вроде поднялась. Вообще, можно было не по доске проходить, типа. А как ее убрать-то? Вот она появилась, да? Я теперь могу запрыгнуть сюда, чтобы что? Чтобы... Ничего, просто чтобы здесь побегать. Поехали дальше. Робин любила бросать камни на крыши, но не сегодня. Смотрите, Робин владеет книгой. Меня ждет храм светлячков. Она оглядела свою шумную деревню с верхушек деревьев. Это все, что у нее было. И это ее дом. Но в душе ей все еще было любопытно. Все болтают, все, книгу получила, все, да? Ну-то не страшно ему там сидеть. А мире за пределами деревни. Слишком долго мы ехали. Ну и что, вот это можно поднять, да? В общем, слова я так и оставляю, и они потом возвращаются в книгу. Мост покачивался на теплом ветру. Его доски издавали знакомый скрип, пока Робин переходила его. Ну, раз я больше ничего делать не могу, то вот это мы поднимаем. высоковато, да, говоришь? У меня надо так поднять, чтобы на него забраться? шефа. А-а-а-а. Однако. А когда будет 10 слов, их вряд ли будет 10, их будет, наверное, максимум 8. Должны над будет думать. Я давно не видел эту книгу, Робин. Ты собираешься искать светлячков? Я открою дверь. Конечно откроешь. А че ты ее отпустил? Чёрт. Конечно, по-хорошему, ведь у тебя не может быть. Может, тебя выпотрошить для начала. Вот, смотри, как надо. И улетели. Робин хотела скорее увидеть Светлячков. Вскоре они благословят её. Как нового хранителя деревни. Пока что игра прям детская-детская. Но что будет? Посмотрим, что тут за загадки. Убирай книгу. Я надеюсь, это интересно. Я тоже надеюсь. Кстати, что это будет интересно. Вперёд, навстречу приключениям. Солнышко, давай. Нет. Отлично. Говорят, ты любила ползать. Робин ползла по тёмному туннелю. Это было совсем не похоже на объятия. Их поднимать надо. Ну, понятно. Да! Каменные столбы больше чё-то там уже пропустили. Священный колокол объявил о её прибытии. Но мне покрутиться здесь надо. Я понял. Ползи. Вот так долго будем. Какой раз долбануть нужно. Ну, наверное, хватит. Наконец, показалось дерево. Дом светлячков, чья древняя энергия защищала деревню от бед. Сейчас мы поймём, что всё это осквернили. Да, бабуля? Я уже встал. Давай же. Покажи им, на что ты способна. Я могу поднимать. Вот оно. Они принимают своего нового хранителя. Наконец-то я смогу отдохнуть. Сияющий свет окружил её. Энергия вне времени. Которая рождала звёзды. И создала солнце. Теперь она была частью этого. Навсегда. Итак, Робин стала новым хранителем. Но её приключение только начиналось. Привет, дневник. В это время года тьму видно очень рано. Словно день это просто случайность. А ночь это... Это то, как на самом деле выглядит мир. Я понял. Днём я могу по белым, да? Нет, подождите. Я и днём, и ночью стою. Звёзды и светлячки озаряют... Чё, тьму? Да. По белым-то я могу. Я могу и по чёрным, и по белым. А как? Интереснее было бы, если бы сделали так, чтобы я мог только... Ну, ладно, неважно, что было бы интересней. Я никогда не видела светлячков. Я хочу когда-нибудь увидеть их. Думаешь, это важно дневник? Мех поймать надо? Мне нравятся светящиеся вещи. Особенно в природе. Иди сюда. Не, ловить их не нужно. О! Ну! Нет, они просто светятся. У природы много крутых вещей. Что дальше-то? Назад-то идти некуда? Лови, лови. Я ими управлять, что ли, могу? Я не пойму. Мне их просто надо засветить все. Я понял. Всё куда проще. На отдыхе в Уельсе мы с бабушкой ходили на пляж. На бич. И смотрели на звёзды. Но однажды ночью мы посмотрели вниз. В воде сияли звёзды. Это было похоже на перевёрнутое небо. Мы сняли обувь и носки и пошли в воду. Когда мы шли по гальке, когда мы шли по гальке, шли, шли. Она светилась у нас под ногами. Бабушка сказала, что это биалюминесценция. Крошечный планктон перемещался туда, сюда, по течению. Той. Я знала, что это лишь маленькие существа, но это было похоже на магию. Магию. На следующий день я встала рано утром и прокатилась и прокралась на кухню. Бабушка всё ещё спала. Я взяла пустую банку от варенья и спустилась к берегу. Ты обратно залезешь, нет? Туда, где я видела планктон. Да, только банку варенья как мне тери обратно? Надо утонуть. Она же, блин, шмаром спрыгнула вниз. Ну, чё ты, какого хер ты вниз-то прыгнуешь? Спрыгиваем в воду. надо на себя тащить теперь. Потай. Ещё раз в воду, правильно? Толкай. Вот. Решила набрать немножко этого планктона в банку. Меня вечером одолевало любопытство. Я аккуратно поставила банку на столик около кровати. Самая лучшая лампа. И ждала ночи. А. Но она не светилась. Я расстроилась. Я показала её бабушке. Она смеялась. Бабушка всегда говорит нельзя закрывать природу крышкой. им нужен солнечный свет и еда от прилива. Бабушка в этом разбирается. Раньше она была морским биологом. Природа это круто и сложно. Бабушка купила специальные водоросли, которые могли расти дома. Мы целый день всё подготавливали. Так. И как? Галька? Галька, песок. Да всё сюда скинуть. Стеклянные камни, кораллы, домик, свет, друзья и вода. Мы сделали фотографии для фотоальбома бабушки, чтобы вспомнить об этом в будущем. Как мы заполняли аквариум. Как мы перемешивали водоросли. Как мы были счастливы, когда всё было готово. им просто нужно время, чтобы вырасти, сказала бабушка. Наука. Через шесть дней водоросли выросли. Я поставил аквариум на свой стол и провела пальцем по воде. Моя небольшая магия. Ещё раз провести, пока не случилось невероятное. Но это была мама. Ей только что позвонили. Ей нужно срочно уйти. Она выглядит обеспокоенной. у меня странное предчувствие. Чувство в животе. Я не знаю, что делать. не перевели. Я типа туда должен допрыгать? А? Понятно, что не перевели, да? Робин проснулась от туманного глубокого сна. Что-то неестественное пробудило её. Ох! Что это за шум? Вторичная Ава? Ты храпишь? Робин, гигантское существо напало на деревню. Должно быть что-то не так. Беги к дереву, скорее. Что за существо могло сделать это? И внезапно Робин была окружена дымом и пеплом. Когда она бежала мимо потрескивающих крыш, её беспокойство росло. И говорят, что должна спрятаться. Лифт. Кломан. Да поднимай ты, господи. Она глядела свою горящую деревню сверху с верхушек деревьев. Это всё, что у неё было. Это был её дом. Ей нужно было добраться до светлячков. Она игралась в сказки. теперь пора мир спасать. Она должна была спасти всех. Пожалуйста, Робин, помоги мне, я застрял. Спасибо, никогда не думал, что буду так рад снова увидеть тебя. Нет, нет, нет. Я должна добраться до дерева светлячков. мост нуждался в починке. О, новое слово. Починка. Да, если я так могу ремонтировать, то чё? Ладно, шаг за шагом. А, всё, появилось, да? Можно с собой не забирать. А, я понял. Я понял. Ты не совсем нормально чинишь, да? Шаг за шагом. Постепенно. тоже надо чинить. Чини. Стоп. Поднять. Магия слов. Да не говори, я сам в шоке. Очень интересно придумали. Раздался страшный шум за воротами деревни. Да эта бабушка храпит, чё-то паришься. Робин бросилась ему навстречу. Скоро она покажет себя, как новый хранитель деревни. У меня получится. Верно, светлячок? Верно. но она не могла игнорировать подступающий страх. Ох, под ногами зияла пропасть. Ничего страшного. Ты же, блин, хватал, мы это уже проходили. Всё, хватит, ты перепрыгнешь. Ох, получилось, было страшно. Да не особо страшно. Тоже нагнетаешь. А, ползти. Вот здесь долго, блин. Дерево не успокоило её. Оно было так же напуганно, как и она. Некому было погасить пламя, которое неудержимо разгоралось. Ещё одно слово. Ну, надеюсь, тут на выбор будут какие-то слова. Чтобы их было штук пятьдесят, можно взять с собой восемь. Помощь них проходить. Перед ней возник странный свет. Это огонь? Я никогда раньше не видела такой огонь. Куда погасить делся? Погасить пропал, падла. А погасить нету. На один раз появился. Стоп. священный колокол. Смиренда лежал на земле. поднялся. Поднять надо. А, починить наверное. Да. Теперь он позволит мне перепрыгнуть. Почти рядом. светлячки. все светлячки? Светлячки! Пожалуйста, будьте здесь! Пожалуйста, будьте здесь! Вскоре Робин осознала страшную вещь. Светлячки исчезли. у нее возникла идея. Она хотела найти светлячков. Какие знания? Месть. Месть она хотела найти. Старична, Ава, светлячки исчезли. Я знаю. Наши люди будут страдать без них. Не волнуйтесь, я собираюсь выяснить, в чем дело. Я все исправлю. А мне Машки? Ну все, все, хватит, давай. Я заставлю их заплатить за все, обещаю. Пусть любовь в деревне будет направлять тебя всегда. Вот. Месть. че нам поднять теперь? Или все, наподнимались. Робин глубоко вздохнула. Она знала, что должна делать. Она отомстит за все. она могла хоть сквозь землю провалиться. Но ничто не остановит ее на пути. Она никогда не заходила так далеко, и все же это было волнующее, чудесное и пугающее. Страх следовал за ней, напитая. Но в сердце была надежда. Точка. Но все могло стать еще хуже. Гораздо, гораздо хуже. Это дракон? Большой. но Робин не собиралась останавливаться. Не перед опасными препятствиями. Это надо ремонтировать, я понял. Давай-ка обратно. И это не перед гигантскими монстрами. она отомстит. Несмотря ни на что. Она поймает дракона. Нет, подожди! В смысле поймает, зачем его ловить? Она бросилась вперед и прыгнула. Ага, конечно. Или что, реально прыгнула? хм. Привет, дневник. Сегодня мы ходили к бабушке в больницу. мы оставили Бена с соседскими занавесками. А, он же любит их есть. Она выглядела как огромная серая крепость. Больница. нам потребовалось какое-то время, чтобы найти нужную комнату. номер 305. Папа дал мне открыть дверь. Дома у бабушки большая уютная кровать, не похожая на ту, в которой она теперь лежит. Она выглядела очень-очень маленькой. Я не помню, чтобы она была такой маленькой. Глаза бабушки были открыты, и она пыталась найти нужные слова. Вот же я нашел. Мне надо здесь где-то найти. она не могла правильно думать. Она не могла думать правильно. Не думать? Говорить правильно. Доктор сказал, что это дисфосия. Это было вызвано инсультом. обычно она разговорчива, но теперь она всегда запиналась на середине. Середине. Как будто все слова, которые она находила, просто были далеко. и она щелкала языком. Она так делает, когда злится. Я видела, как это ее расстраивало. А потом бабушка начала кашлять. На нее надели кислородную маску. Я сказала ей, что она похожа на бабушку Вейдер. бабушка Вейдер. Она улыбнулась. Это напомнило мне о том, как бабушка рассказывала, как они с мамой ходили в кино. Давным-давно, когда мама была моего возраста, круто. Бабушкина история. Бабушка с мамой пошли смотреть мой любимый фильм. Мама уснула, но бабушке фильм понравился. Когда я была маленькой, бабушка показывала мне его на старой видеокассете. Бабушка смеялась, увидев роботов и улыбалась каждый раз, когда появлялся нелепый контрабандист. Мы смотрели фильм так часто, что помнили многие фразы наизусть. Мы много смеялись. Как только она поправится, мы будем смотреть их снова и снова. И когда выйдет следующий фильм, мы с бабушкой пойдем в кино. Вместе. Но мне вообще надо вот сюда вылететь. играть мы снова будем играть в игры. Че? Жду не дождусь играть в игры, но мне облака не нужны, мне просто надо фигню собирать. И в этот раз я побью ее рекорд. Это точно. Бабушка профи в видеоиграх и вообще во всем. я слышала, как мама плакала в комнате. Я никогда раньше не видела, чтобы она плакала. Походу бабушка того самого. Она была очень грустной. Я не знала, что делать. Поэтому я сделала ей чай. воды мы налили. Вылили. Не знаю, чай с молоком такое удовольствие, но многие пьют. на жри. Она была очень грустной, как у бабушки. Я не знала, что делать, поэтому я сделаю ей чай. Это уже было. Мне просто надо выбраться. Мама сказала, что бабушке плохо. Я сказала, что ей уже лучше. Ни хера я сделать тут не могу. А, это просто. Мама сказала, что бабушке лучше. Я сказала, что ей мама сказала, что она слабая. Нет, я сказала, что она просто сонная. Меняем местами. Мама сказала, что бабушка. Я сказала, что все будет хорошо. все будет хорошо. Нужно в это просто верить. Остается ли бабушка бабушкой после всего? конечно, она будет в порядке. А если я там полечу? Бабушка скоро поправится, так ведь? Я в общем, тут могу выбирать, если бабушка не поправится. мама так волновалась, что если я должна оставаться позитивной. Мама нуждается во мне. Я покажу бабушке свой рассказ и маме. Им понравится это читать. Надеюсь, это поможет. Что еще я могу сделать? Мне просто нужно закончить свой рассказ. Итак, где мы остановились? После того, как дракон напал на деревню, Робин поклялась отомстить, оставив старейшину, Аву и деревню позади. Теперь нам нужно препятствие. Например, путешествие привело ее к пустыне с хранителем, который стоит на страже, потому что это место опасно. Very dangerous. Робин следовала за драконом, уйдя далеко-далеко от дома. Так, ну и эту главу, ребята, мы продолжим уже в следующей серии. Будет весьма интересно почитать ваше мнение об игре в комментариях. Понравилось или не понравилось? Я думаю, тут будет только все интереснее и интереснее. То есть, игра только вот сейчас только начинается. Ну, а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. с вами был Фибоначо и пока, пока.